Моя Америка Ну и вот у нас уже появился первый звонок. Номер телефона в студии 847-400-5200. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Алексей, скажите, пожалуйста, как ваше мнение? Вот сейчас состоится голосование в юридическом комитете Палаты представителей по поводу БАРа. Какие варианты возможны, на ваш взгляд, развитию событий, особенно в юридическом плане? И второй вопрос. Что за привилегии может использовать Трамп по докладу Маляра? И вроде как я слышал, сенатор Грахим уже высказался как-то не очень положительно по этому вопросу. Спасибо. Окей. Значит, сначала я со второго вопроса начну. У исполнительной власти, у Белого дома, у федерального правительства, его исполнительной власти, масса привилегий, дарованных Конституцией, предоставленных Конституцией. Перечень. Я не специалист по конституционному праву, чтобы сказать о всех привилегиях, но в принципе исполнительная власть может отказаться предоставлять Конгрессу доклад, полный доклад. Полный доклад Мюллера. Это во власти исполнительной власти, и Конгресс ничего не может делать, чтобы этому противостоять. Это совершенно нормально. Более того, исполнительная власть, Белый дом, президент Соединенных Штатов, может приказать любому сотруднику Белого дома, любому чиновнику федерального правительства, даже бывшему, вызванному для показаний в палату представителей или Сенат, приказать не ходить, и чиновник обязан подчиняться. Теперь, у Конгресса, в частности у палаты представителей и Сената, есть возможность предъявлять человеку, который отказался прийти по повестке, предположим, министру юстиции Бару, признать, что он не уважает Конгресс, не уважает в данном случае палату представителей. Не уважение к Конгрессу может привести к заключению в тюрьме сроком до 12 месяцев. На моей памяти не было никакого случая, я живу в Соединенных Штатах массу лет, на моей памяти не было случая, чтобы был посажен в тюрьму, я не говорю на 12 месяцев, но даже на один месяц, кто-либо, кто проявил неуважение к Конгрессу, то есть не явился по вызову, по повестке не явился давать показания. Если мне не изменяет память или достаточно хорошо я знаю историю, то после того, как голливудские коммунисты, отказавшиеся отвечать на вопросы в 1947 году, были признаны виновными в неуважении к Конгрессу и оказались за решеткой, С тех пор, может быть, кто-то и попал за решетку, я просто имен не знаю, но то, что это были не представители федерального правительства, исполнительной власти, это 100%. Теперь, для того, чтобы отправить человека в тюрьму у Палаты представителей, в данном случае мы говорим о юридическом комитете и Палаты представителей, должна быть для этого хоть какая-то возможность, то есть тюрьма, в которую они бы могли посадить человека, проявившего неуважение к Конгрессу, Палате представителей в данной ситуации. Ну, под властью Конгресса, Конгресс не отвечает ни за какие тюрьмы. Все федеральные тюрьмы, в данном случае говорим о федеральных тюрьмах, потому что если Конгресс принимает решение отправить в тюрьму, то это федеральная тюрьма, не штатная, не городская, федеральная. Все федеральные тюрьмы находятся, скажем так, под властью, подчиняются Министерству юстиции. Таким образом, разговор о том, что Мюллер или кто-либо из федерального, представитель федерального правительства может оказаться за решеткой, поскольку проявил неуважение Конгрессу, это заявление рассчитано исключительно на людей, которые не в курсе дела, а не в курсе дела абсолютное большинство американцев. Я приведу только один пример. Вчера были данные. 67% демократов, 67% демократов до сих пор уверены, что Трамп и был сговор между Трампом и правительством Путина. На 67%. Вот когда председатель юридического комитета Надлер говорит, что за неуважение Конгрессу может там Мюллер или кто-то угодить за решетку, вот его эти слова рассчитаны на эти 67%, которые абсолютно не в курсе дела того, что происходит. Это, так сказать, привилегии, которые есть у исполнительной власти. Я отвечал и на первый, я помнил, и на второй вопрос. Или я какой-то вопрос забыл. Алексей, второй вопрос, вернее, первый вопрос был, есть ли у вас какое-то мнение по поводу голосования, которое бы проводилось в Комитете Юстиции? А, конечно, мнение есть. Все демократы будут, так как считает председатель юридического комитета Палаты представителей, все демократы проголосуются, естественно, за. То же самое, если дело дойдет до голосования в юридическом комитете Сената по какому-либо вопросу, то в Сенате большинство в юридическом комитете предложить республиканцам, они будут за, вместе или вместе будут против. Ну, просто немножко уточнить этому человеку, который позвонил, голосование уже прошло, оно прошло, именно как раз так, как вы сказали, по линии партии. То есть, оно не могло пройти иначе? Ну, конечно, конечно, да. Но я просто говорю к тому, что это уже все, это уже оконченное действие, оно уже произошло и оно прошло по партийной линии. То есть, демократы, конечно же, все проголосовали за контент, республиканцы все проголосовали против контент, но так как демократы имеют большинство в комитете, естественно, победили демократы. И у меня к этому есть еще одно замечание. Почему Нэнси Пелоси не хочет, чтобы было поставлено на голосование, проводился процесс импичмента Трампу? Потому что, если такой процесс начнется, то все демократы в палате представителей будут голосовать за импичмент. Но Нэнси Пелоси прекрасно знает, некоторые демократы, которые впервые попали в палату представителей, стали депутатами после победы на выборах в ноябре прошлого года, некоторые из них победили в тех округах, которые выиграл Трамп, и в которых предыдущим конгрессменом или конгрессвумен был республиканец или республиканка. Так вот, если голосование по импичменту, и все демократы голосуют вместе за, то эти конгрессмены-первогодки, им грозит поражение на выборах в 2020 году. Именно поэтому Нэнси Пелоси не хочет, чтобы проводилось голосование по импичменту в палате представителей. Спасибо огромное. Давайте приведем следующий. У нас все линии горят. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я звонил по поводу Байдена. У меня, знаете, есть такая теория конспирологическая. Мне кажется, что он выставил свою кандидатуру, зная, что он проиграет. Но если вы помните, что его сын получал какие-то очень большие деньги в Китае. О, да, о, да. И первое, что Байден сказал, ну не первое, может быть, второе, что с Китаем надо дружить, и с Китаем нельзя вести торговые войны. Не отрабатывает ли он свои деньги, которые он получал от Китая? Мне как кажется. Спасибо. Спасибо большое. Это эти оба вопроса. Ну, во-первых, его дела на Украине уже была пару дней назад громадная статья в Нью-Йорк Таймс. Громадная статья в Нью-Йорк Таймс. О том, что родственник получал, его родственник и родственник бывшего госсекретаря Керри имели бизнес с Китаем и очень хорошо зарабатывали, это тоже известно. Есть еще один факт, о котором пока что я не читал, даже в Уолл-Стриджерн он не читал, в Нью-Йорк Таймс не читал, но уже слышал в радиошоу, в различных радиошоу. Значит, когда Байден был вице-президентом, его родственник, по-моему, брат или сын, я не помню, точно врать не буду, близкий родственник, стал совладельцем строительной компании. И как только он стал совладельцем строительной компании, эта компания получила полтора миллиарда долларовый заказ от федерального правительства на строительство домов в Ираке. Родственник Байдена в этой компании имел 49%, у кого-то был 51%. Тот, у кого был 51%, сказал открытым текстом, мы бы не получили этот заказ от федерального правительства полтора миллиарда долларов, если бы Джо Байден не был вице-президентом. Таким образом, когда дело дойдет до большой борьбы, демократы, я думаю, если они не будут об этом говорить и позволят Байдену стать кандидатом демократической партии, мы можем поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в 2020 году, потому что то, что не будут говорить демократы, будут говорить все, рекламы, все что угодно. Байден – проворовавшийся политик, вашингтонский политик, и он – угроза нынешней демократической партии. Я думаю, демократическая партия это прекрасно знает. Не рядовые избиратели, нет, ни в коем случае, знают руководители демократической партии. Спасибо за вопрос, очень хороший. Спасибо, Леша, за ваш ответ. Говорите, пожалуйста, вы на линии. Спасибо за то, что подождали. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, кто более опасный противник Трампу на выборах в президенты? Такой, как Джо Байден, который заявляет, что он левый, но на самом деле он ближе к середине? Или такие совершенно свихнувшиеся коммунисты, как Акасия Кортес, Камела Херрис и вся эта новая кровь? Спасибо большое. Окей. Эта новая кровь, как эта комсомолка нью-йоркская, она пока что не выдвинулась у кандидатуры и просто еще 29 лет, это не тот возраст по Конституции, когда можно быть президентом. Вы знаете, у меня нет на ваш вопрос какого-то определенного ответа. Их уже 21, по-моему, говорят, будет 22, может, будет больше. Кто из них выйдет, станет кандидатом демократической партии, я могу только гадать. Но вот мое предположение. Если демократом, кандидатом демократической партии в президенты станет белый мужик, белый мужик, то он, это мое мнение, почти наверняка возьмет кандидатом вице-президента, кандидатом на пост вице-президента, сенаторшу из Калифорнии Камилу Харрис. Потому что, во-первых, ее поддерживает, она афроамериканка, папа с Ямайки, а мама из Индии. Так что можете называть и афроамериканкой, и афроиндуской, как угодно можете ее называть, неважно, она чернокожая. И чернокожая женщина в связке с белым мужчиной может действительно представлять опасность для Трампа на выборах 2020 года. Кто окажется кандидатом, я действительно не знаю, когда Дональд Трамп вступил в гонку в 2015 году. Я вообще не сомневался, что он потерпит поражение от республиканцев, понимаете? Он стал кандидатом республиканской партии, а потом победил на выборах. Очень трудно сегодня предсказывать, что произойдет через год. Спасибо за вопрос. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Знаете, у меня такое впечатление, что вот на этом промежутке времени демократическая партия – это партия мерзавцев-подвесов. И там как бы нет честных людей. Вот меня интересует ваше мнение. Почему Манчин голосовал вместе с республиканцами? У него электорат такой, что он боялся, что его не переизберут? Или в чем дело? Спасибо. Ну, его электорат – это республиканский электорат. Понимаете, он пользуется колоссальной популярностью в Западной Вирджинии. Он несколько сроков был губернатором в Западной Вирджинии. Но Западная Вирджиния на выборах 2016 года, я уже не помню точную цифру, но, по-моему, Трамп там победил 65% голосов, а Хиллари – 35% или даже Трамп победил больше. То есть это сегодня республиканский штат. И Джо Манчин, конечно, ориентируется на своих избирателей, а большинство этих избирателей, они поддерживают республиканцев. Опять-таки, я не хочу выставлять его откровенным лицемером. Дескать, я думал так, но для меня важнее голоса избирателей. Вполне возможно, что действительно лицемер. Но я совершенно не исключаю, что просто этот человек со здравым смыслом и прекрасно понимал, что Каванна был оклеветан этой дамой из Калифорнии, госпожой Форд, и поэтому поддержал Каванна. Спасибо, Леша. Давайте ответим еще на один вопрос. Пожалуйста, короткий вопрос и короткий ответ. Времени очень мало. Добрый день. Еще раз. По голосованию все понятно. Не в этом вопрос. Вопрос в том, какие последствия для Бара. Спасибо. Вы знаете, я буду об этом говорить через неделю. Через неделю моя передача будет посвящена вопросу всему, что связано со спионажем. Всему, что связано со спионажем. Сегодня Уильям Барр, он первый, кого ненавидят демократы, это Трамп. Второй, кого ненавидят, это Уильям Барр. Я не думаю, что Уильям Барр идет в отставку. Ни в коем случае он ничего не согрешил, он законов не нарушал. Через неделю, это вопрос очень хороший, очень интересный, но через неделю у меня будет передача именно об этом, о том, каким атакам подвергается Уильям Барр, потому что... Они его опасаются, дамы и господа, потому что после того, как будет обнародован доклад, не обязательно все будет обнародовано, но для правительства будет обнародован доклад генерального инспектора ФБР Горовица, вполне может быть, что Барр назначит специального прокурора для расследования того, чем занималось руководство ФБР в 16-м году, и не исключено, что назначит специального прокурора для того, чтобы он занимался делами Хиллари Клинтон. Именно поэтому демократы ненавидят Уильям Барра. Я думаю, он останется на своем посту и в отставку не уйдет. Согласен с вами полностью. Я тоже не думаю, что он уйдет в отставку. Он слишком опытный, слишком знающий человек. Но, Алексей, у меня к вам вот такой вопрос. Как вы думаете, вот тот факт, что они решили ему объявить контент в Конгресс, а может ли это быть именно потому, что они боятся действительно вот это расследование, которое может произойти, которое уже началось в принципе, и не хотят ли они его просто дискредитировать для того, чтобы потом говорить своему электорату, ну вы же видите, с кем вы имеете дело. Да нет, Толя, Толя, они уже сегодня говорят, что Барлаки и Трампа. Демократический электорат, демократическая база абсолютно трампофобы. Но демократы забывают одну вещь, что для того, чтобы победить на выборах президента, республиканцу мало поддержки республиканцев, демократу мало поддержки демократов, нужна поддержка независимых избирателей. И тот факт, что они травят Бара, может им только повредить, потому что им поддержки демократов мало. Бар останется на своем посту. Спасибо огромное. Я абсолютно полностью с вами согласен. Алексей, как обычно, ваше заключительное слово. Прошу. Заключительное слово, дамы и господа, то, о чем я буду рассказывать ровно через неделю. Вот уже у меня передо мной компьютер, прекрасная информация. Коми, бывший директор ФБР, говорит, ФБР не занималась шпионажем. Это он опровергает Бара. Кстати, Бар сказал, что шпионаж имел место, но не собирается развивать эту тему до тех, пока не будет обнародован доклад генерального инспектора ФБР Горовица. А доклад, как сказал Бар, будет опубликован, обнародован в конце мая, в начале июня. А пострадает от этого доклада больше всего, на мой взгляд, бывший директор ФБР Коми. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо. Будьте здоровы.